итак дорогие друзья мы продолжаем наносить мраморную штукатурку в прошлых видео подробно обсуждал все 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 моменты практически как по периметру наносить без скотча как наносить ровный слой в полторы фракции то есть все все нюансы можете посмотреть а ссылочки оставлю в описании вот хотел обсудить еще один момент немаловажный то есть сразу хочу сказать когда вы проходите стену сразу определитесь где проблемные места в данном случае у меня вот он проблемное место узел если бы я здесь посвятил много времени мне бы соответственно там стыки подсохли то есть мне надо было закончить всю стену особенно верхняя часть бросал глаза бросается уровня лица вот то есть вот эти все части вот этот узел я оставил на конец поэтому делайте также если вы здесь вот пойдете например такой линии будете здесь мучиться у вас подсохнет какой-нибудь вот такой стык на уровне глаз и вы будете мучиться проходите все сплошняком не останавливайтесь обрамляйте вот я максимум оставил где вот я уперся вот туда прошел по всей длине все вот эти части тоже на самом конце были все я прошел все теперь остался у меня этот узел хочу показать как его наносить то есть он очень замороченный уже швейцарка здесь не прокатит то есть шпатель то этот терка швейцарская здесь только 15 сантиметров будет шпатель работать 15 сантиметров и уровень мера плоскости то есть насколько вы знаете насколько вы чувствуете плоскость просто хотел показать может интересно будет сам процесс нанесения так здесь вот видно я уже трубы прошел то есть меня получается проблемное вот это трубу обойти потом вот эту трубу и за самими трубами не удобно ну и соответственно угол тут так все буду в основном наносить изредка что-то говорить что мне не отвлекаться так приступим так здесь у меня чуть она уже подсохла немного трудности состыковать то есть месяц главная основная задача это нанести нанести материал не отвлекаться на какие-то мелочи это очень неудобно это запредельно неудобно даже не знаю откуда мне залезть куда шпатель поставить нервы должны быть железные так короче самая основная задача все нанести ровно неровно без разницы то есть просто нанести даже здесь нанести невозможно не говоришь ровно то есть о ровности мы будем потом думать главный каким-то образом это нанести есть еще один шпателючек маленький но буду надеяться без него обойдусь на всякий случай взял такие жирные места просто так чуть-чуть снимаю так вверх как же это все неудобно как же это все неудобно не знаешь с какой стороны подлезть ладно отсюда попробуем если долго мучиться что-нибудь получится так чуть-чуть сейчас супли большие здесь придется поровнять помучиться здесь еще сама по себе поверхность кривая то есть просто невозможно было отштукатурить за ним здесь короче такая большая штроба была и надо было закидать не правило не залазить даже не шпатель не залазил приходилось вот так по воздуху сводить соответственно здесь вот придется помучиться будь здоров здесь нереально кривая плоскость за этими другими соответственно ровнять будет чуть-чуть подсыхать я буду ровнять ну сейчас весь этап этот я надеюсь сниму покажу кому интересно можете рассмотреть залипающее видео как мучиться на работе называется такие узлы нужно сразу обговаривать по цене потому что сами понимаете я вот этот например участок нанес и вот этот узел наверно столько же время займет это мало того время еще нервы проще было конечно сделать вывод а потом все это распаять но понятно что под нас все не подстроиться так вот потихонечку полегонечку меня почему-то током сейчас стукнуло непонятно почему гуляющий ток стене интересно интересно ладно буду аккуратно работать это не нравится пойду одену перчатку надеется больше не стукнуть куда же здесь электричество может быть отсюда провод шел где-то что-то там коротит короче дом новый поэтому сто процентов такие падения шпателя это нормально можете успокоиться как говорится привыкать к этому я еще удивлялся до сих пор как у меня он не упал потому что за труба цепляется падает все мешается это все в норме я же говорю должны быть и часто бывают вот так свел и достать не можешь да то что здесь ток плохо еще газовый котел если у кого времени можете прокрутить наконец видео посмотреть как получится 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 нормально я уже такие места делал просто процесс вымораживает вот такие места прям больше всего напрягает ладно не буду на них отвлекаться сам сказал что надо нанести сам на мелочи отвлекаюсь так 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 почему тут эта труба напрягает газовая дай-ка я кранчу беру может быть она током бьет все-таки металл может как масса а там где-то блуждающий ток и я соприкасаюсь у меня бьет скорее всего так она и так теперь верхушку теперь верхушку таким образом еще заказчик сказал ну чё за день нанесешь все я вот полдня вожусь уже обед я кусочек доделаю мне еще четыре стены я уже не говорю про откос откос это вообще отдельная песня она всегда отдельным днем наносится очень всегда все шустрые такие с другой стороны если нас не подгонять может быть тоже заказчик всегда в тонусе рабочих держит иногда это напрягает конечно особенно когда ты знаешь сколько это по любому времени займет тебе начинать какие-то рамки вгонять еще вот с такими моментами как здесь какие здесь нервы надо ехать так ладно все я сейчас знаете как сделать сейчас вот так за трубу занесу угол трогать не буду достаточно вот этого заморного места пройду все разровняю уже не буду вас томить угол я уже показывал как я наношу интересно можете пройти по ссылочке периметр по верху идет по потолку но в принципе тот же принцип что и здесь поэтому не буду отвлекаться дальше уже проще да здесь конечно если даже что-то и будет я думаю не так страшно потому что здесь счетчик ну конечно вот это место видно я бы это все закрыл вот эту всю страхолюдину какой-нибудь экранчик сделала не знаю очень красиво самое главное не реально это делать самое главное это делать так вот такие места надо убирать сразу потому что они потом выпустите не течь так ну вот здесь еще маленький клочок чик сейчас попробую шпатель нанести нанес но вытащить не вытащить так все убираем ведро она нам пока больше не нужно если туда мы будем скидывать лишнюю шпаклевку что я чувствую лишний здесь много и начинаем ровнять а здесь еще участок не пройдена за трубой вот так вот теперь маленькими медленными движениями спокойно без нервы потихонечку потихонечку полегонечку так лишнее остается убираем остается убираем во всех плоскостях почувствовать надо шпатель как я шпаклевал чтобы повторить плоскость я не собираюсь ровнять мне нужно повторить я еще раз повторяюсь я толстый слой наложу у меня получится темное пятно то есть мне здесь в данном случае надо повторить самая проблема места это когда была здесь наружу здесь потом надо будет пройти большим швейцарка я сейчас так на нет сведу так вот почти по поверхности ну и продолжаем ровнять просто хочу весь процесс обычно раз и финиш а промежуточная как говорится вся сила лесных орехов замалчивается и вот особенно вот этот момент хотелось вам показать такие места научитесь идеально делать то все остальное будет вам нипочем да но эти места конечно надо отговаривать так нервы конечно по 10 раз вылез уже на финишную то есть где-то сильнее надавили где-то слабее здесь тоже больше искусство чем шпаклевание больше скульптуру лепить даже здесь нереально в одном нажатии то есть то так шпатель то так шпатель то так то вообще лежит плащ мя потому что по-другому не залезешь поэтому от силы надавливания зависит соответственно чем положу тем сильнее давим больше никак больше никак то есть так вот нельзя вести нам только так плоскость ломается надо загладить я таким образом уже здесь и угодил залез опять так вот залезть хочется так но так нельзя так шпатель не достает придется она и так тоже ломается пока вы не поймете как плоскость идет идеально не получится чтобы не залезть потом нечаянно будет получается более-менее разравнивать так вот здесь чатанка люди есть слоёк просто вышкреп чуть-чуть наверно вот так вот теперь другую сторону так вот разок подровнял и опять понеслась теперь здесь надо чуть-чуть снять потом здесь надо чуть-чуть снять так ладно здесь более-менее надо двигаться вверх убираем конечно когда она будет чуть-чуть подсыхать попроще работать то что она уже не так цепляется так действительно не род неоднородная только должна быть гладкая глади так вот вот здесь видите обязательно потом просмотрите может по периметру все пройти потому что может вот такие места потом высохнет понятно что это уже косяк а все казалось просто нечаянно шпатер коснулся из-за неудобства и заделываешь какую-то невиданную части а виднаю по кольцу так засуру Oxum перчаткой коснулся чуть-чуть ушка берем чуть-чуть наносим исправляем солнышко село так все осталось немного совсем немного главное что главное чтоб нервов хватило все уже сегодня больше ничего не буду наносить меня же терпения нет на другие стены нужно вовремя остановиться иначе можно испортить себе настроение и работу опять вот залез теперь придется опять вот так вот сюда чуть-чуть туда чуть-чуть поверхность кривая и сюда чуть-чуть опять я вылез опять я на финиш вылез сюда чуть-чуть сюда чуть-чуть слоение обязательно убирать темные пятна есть у меня большой слой так то уже снять гоняешь туда-сюда естественно на подсохшие участки лучше залазить чем на сырые и получается как такое наслоение идет поэтому есть на всякий случай проверять так здесь сейчас лысая сейчас не натяну а я натяну вот так вот чуть-чуть просвечивается переборщил залез уже на финиш начинаю лучше конечно швейцарка сейчас уже не буду отвлекаться так все осталось совсем чуть-чуть совсем чуть-чуть осталось ну все почти почти все так ну практически идеально как будто наносил без этих труб себе не похвалишь никто не похвалит ямки увидел так как бы и убрать вот это так неудобно так как бы и убрать вот это так неудобно так здесь убрал здесь залез все все осталось где крана здесь видно как это так получилось непонятно чуть-чуть не хватает чуть-чуть не хватает так вот и вот здесь вот застал застряла застряла и залез главное не спешить потому что в конце особенно когда выводишь шипать хочется быстрее и это самый главный момент когда портишь все здесь видно кривая поверхность у меня даже не получается разровнять приходится таким образом так ну вроде все ладно не буду больше вас мучить так что вот таким образом приходится иногда мучиться чтобы нанести такую штукатурку какие-то моменты могли быть полезны возможно не знаю давайте посмотрим с лампочкой что у нас получилось с лампочкой конечно больше видно неровности но все равно могло быть и хуже я сейчас конечно еще подровняю чуть-чуть вот в принципе это все все спасибо всем за просмотр